Обычные дети, обычная детская площадка По данным статистики, в учреждениях Федеральной службы исполнения наказания ежегодно рождается до тысячи детей. Часть из них сразу же попадает на свободу, к родственникам матерей заключенных. Остальные оказываются в местах заключения, следственных изоляторах и исправительных колониях. Светлане было всего 19, когда она попала в тюрьму. Уже во время следствия узнала, что беременна. Своего первенца Света практически не знала. Когда ребенку исполнилось полтора месяца, отдала его бабушке. Решила, что так лучше. Привыкнет, тяжело потом будет и мне, и ему. Поэтому сразу отдала. В доме ребенка при колонии малыш может жить только три года. Светлане предстояло провести здесь 15 лет. 5 475 дней, 131 тысячу часов ада. Первые годы сильно ожесточили. Света не хотела подчиняться режиму, конфликтовала с руководством и получала дисциплинарные взыскания. Все изменилось намного позднее, когда у нее родилась Дарина. С рождением ребенка действительно изменилось кардинально. Начала стремиться к условно-досрочному освобождению. Сейчас у нее все мысли только об этом. Каждый день, просто каждый день подходит и уже ждет этого, как манны небесной. Очень хочет, ну как, она на самом деле вот, она осознала, что та ее вот эта предыдущая жизнь, она, в общем-то, ни к чему не вела. Нереализованные сыном материнские чувства заполнили весь мир Светланы. Дом ребенка, где сейчас живет ее дочь, находится совсем рядом. Но войти в заветную калитку женщина может лишь два раза в день. Таков закон. Она со мной два часа утром и два часа вечером. Основное все время она без меня. То есть мы не видим всю ночь. Ну, я не вижу ее вообще. Я пришла с ней, погуляла два часа утром, погуляла вечером два часа и все. Ну, тяжело, конечно. Это же мой ребенок. Миша, иди сюда. Иди сюда, насыпай. В России в настоящее время 13 колоний, при которых есть дома ребенка. Этичность существования таких учреждений – предмет ожесточенных дискуссий. Пережитком советской системы исполнения наказаний считает их уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. По его словам, такое содержание детей уже само по себе преступление. И малышей нужно отдавать в муниципальные сиротские учреждения. Что ж, мама с решеткой, наверное, не самый лучший воспитатель для ребенка. Но дети любят любых мам. Когда мама приходит, они знают, они чувствуют. И если вдруг мама не пришла, это катастрофа. Ребенок у себя начинает совершенно вести себя не как обычный. Он беспокоится, тревожится. Ребенок меняется перед освобождением. Не зная, когда мама освободится. Буквально за несколько дней до освобождения ребенок меняется. Он не знаю, каким чувством он понимает, что ему предстоит другая жизнь за пределами нашего учреждения. Но ребенок меняется. Ребенка, когда мы, бывают у нас такие случаи, что мы отдаем детей в детский дом, если у матери очень большой срок. Если мы переводим ребенка в детский дом, ребенок кардинально меняется. Он знает, что его чувствует, наверное, не знать. Знать-то он не может, но чувствует, что его будут отрывать от матери на какой-то период и переводить в детский дом. Он кардинально меняется. Это я не знаю, это, наверное, не в нашем понимании. В детских домах страны сегодня проживают более 70 тысяч детей-сирот. 90% из них – сироты при живых родителях. В домах ребенка при женских колониях в настоящее время воспитываются более 800 малышей. Их мама за решеткой, но они рядом. Если хотите, чтобы человек был способен любить, дайте ему любви. В самых трудных случаях бывает так, что сами малыши становятся учителями любви для своих мам. Я вот уже 25 лет служу назвать совсем отрицательные примеры, чтобы осужденная женщина относилась плохо к своему ребенку, находясь здесь, в местах лишения свободы. Но это единичные случаи. Хотя они были. Были у нас случаи, когда осужденная вела здесь себя хорошо, воспитывала ребенка лет 15 назад, вышла, привела ребенка своего трехлетнего к начальнику учреждения, сказала, спасибо вам за все, но я не смогу его воспитывать. И оставила она его, да. Значит, знаменитый был случай, это 90-е годы, когда осужденная грудного ребенка она оставила. Это неоднократно судимые были у нас в парке Горького, значит, у нас хамейки. Но с тех пор, с тех пор ни одного такого отрицательного, явно отрицательного момента я привести не могу. Четыре часа в день – мизерный срок для воспитания ребенка. Реформа системы исполнения наказаний сейчас начинает эксперимент по совместному проживанию матерей-заключенных вместе со своими детьми. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас у некоторых мамочек у нас появляются такие иждивенческие настроения иногда, да. Особенно после родовой, когда вот начинается у женщин после родовой депрессии, иждивенческие настроения вы мне должны. Вы ухаживаете за своим ребенком, за моим ребенком, вы кормите, вы одеваете, вы обуваете, а я буду приходить его только любить. Я думаю, что вот совместное проживание как бы позволит матерям быстрее прийти к этому выводу, к осознанию того, что ты ответственна за своего ребенка. Ни какой-то дядя, ни какая-то медсестра, ни государство, а ты в первую очередь должна отвечать за своего ребенка. Место рождения – тюрьма. Для одних эти слова клеймо на всю жизнь, для других – факт биографии. О-первых, писатель Альберт Лиханов как-то сказал, родиться в тюрьме – судьба. Если у ребенка есть такая запись, он приговорен. Кто-то из этих детей, наверное, вернется в колонию, где за колючей проволокой провел ясельные годы. Вернется уже заключенным. Но у всех должен быть шанс. От этого никто не застрахован, и зарекаться как бы это, ну, я не могу, но я сделаю все возможное для того, чтобы больше сюда не вернуться и не совершить такой ошибки. То есть, чтобы не лишать в дальнейшем своих детей детства без матери. Я сейчас понимаю, что мои дети, они растут без меня. Ну, то есть, у них детство проходит без матери, это тяжело. И я все сделаю для того, чтобы мне больше здесь не оказаться никогда. Виктор Харьков – педиатр с 25-летним стажем. Мамам заключенным он не только врач. Каждый из его маленьких подопечных навсегда вписан в сердце. Доктор убежден, что его дом ребенка создан для того, чтобы женщина осознала свое предназначение. Сердце болит, голова седая вся становится. Ну, я думаю, что это один из мощнейших рычагов воздействия на поведение, на психику женщины. Все равно, ну, вы как женщина прекрасно понимаете, да, что рождение ребенка все равно меняет человека. Меняется гормональный статус, меняется отношение с миром, меняется отношение к окружающим, меняется. И вот именно вот это вот, я считаю, что один из мощнейших рычагов. Можно 150 раз провести беседы, какие-то там разговоры, но это останется просто разговорами. Много о чем задумываешься здесь. Наверное, переоцениваешь все, что было раньше. Ну, все по-другому. Мысли другие. И очень страшно освобождаться, честно скажу. Я вот разговариваю с начальником отряда, каждый день говорю, страшно. После проведенных лет, ну, здесь, страшно от того, что тебя не возьмут на работу. У тебя двое детей. Как тебя воспримет там, ну, та жизнь. Как соседи к тебе будут относиться. Ты же тоже об этом задумываешься. Наверное, если бы сейчас вернуть то время, я бы его не прожила так, как прожила тогда. И, возможно, бы здесь не оказалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok